Продолжение следует... Можно удалить примерно 70% шлаков, обмена веществ или конечных продуктов жизнедеятельности, которые не самые безопасные для здоровья, плюс те экологические токсины, которые могли попасть разными путями. Но только в том случае, если очищение кишечника идет в режиме реального времени. И просмотрев это видео до конца, вы узнаете, что дает клизма и виды клизм. Также вы узнаете, как усилить очищение кишечника клизмой. А также как обеспечить очищение кишечника в режиме реального времени. Итак, очистительная клизма. Ну, приспособлений для введения воды в кишечник множество. Важно учитывать несколько обязательных критериев. Температура воды. Вода не должна быть горячей, потому что такая вода расслабит кишечник. И вместо очищения ваш организм получит токсический удар. Токсинами, которые всасываться будут активно из кишечника. А также вода не должна быть чрезмерно холодной. Потому что рядом с прямой кишкой находятся мужские и женские половые органы. Легко охладить органы малого таза, снизить табилитет и обострить ту инфекцию, которая там спала. Может быть вы хотели как раз от нее избавиться. А вы взяли и провели обострение. Поэтому вода должна быть комнатной температуры. То есть 20, 22, 24 градуса. Где-то вот в этом диапазоне должна быть температура воды. Это принципиальное значение. Далее имеет значение объем, трафик воды, который вы хотите пропустить через кишечник. Здесь конечно одной цифры нет. Важно что? Введение воды в кишечник не должно вызывать дискомфорт у того, кто получает эту процедуру. Потому что если скорость будет чрезмерно высока, растяжение стенки кишки приводит к болевым ощущениям. Боль это стресс. И пока вы чистите свой кишечник, стресс блокирует работу двух фильтров печени и почек. И нарушает, подавляет иммунную систему в вашем организме. А вы хотели наверняка получить обратный эффект. Поэтому введение воды должно быть комфортным. Но умеренно быстрым. Потому что медленное введение воды не даст должный эффект. Вы будете потихонечку разводить токсины. А вам нужно увеличить все-таки объем кишечника. Вызвать раздражение стенки. Сокращение кишечника идет его очищение. Обычная клизма в среднем это 1,5-2 литра для взрослого человека используется на 1 очистительную клизму. Бывают сифонные клизмы, когда используют несколько подряд очищений. То есть ввели, вывели. Опять ввели воду, вывели. До чистой воды. Да, можно и так делать. Но тут есть определенная особенность. Чуть позже я об этом скажу. Есть одно осложнение, от которого очень сложно уйти. Похожая система есть. Называется гидроколонотерапия. Да, вам вычищают кишечник фактически до чиста. Но там есть определенный момент. Выведение микрофлоры, которая находится в кишечнике, не всегда безопасно для вашего здоровья. Потому что в толстом кишечнике находятся как патогенные микроорганизмы, так и условно-патогенные микроорганизмы. Полезных там нет, не ищите. Ни одного микроорганизма нет полезного. Все они так или иначе конкуренты с нами за еду, за жизнь под солнцем. И важно понимать, как патогенную и условно-патогенную микрофлору стравить между собой. Пусть они там конфликтуют. И от того, как они друг друга подавляют, зависит ваше здоровье, ваш крепкий внутренний. Это важно правильно понимать, правильно использовать. Поэтому вымывать микрофлору кишечника до чиста не стоит. А вот использовать различные компоненты, да. Ну, понятно, кроме воды, что можно использовать? Можно использовать в клизмах, можно делать микроклизмы. Бывают еще такие клизмы. То есть мы фактически, что делаем? Мы объем небольшой и какие-то лечебные компоненты. И, естественно, можно в воде что-то растворить. Сделать настой, отвар ромашки, тысячелистника. И таким образом вводить в кишечник. Как правило, это делается лечебная клизма после очистителя. После очищения мы питаем слизистую, мы оздоравливаем ее. И тут в зависимости от того, что там есть, какая патология находится в толстом кишечнике, зависит от состав того, что мы используем. Конечно, для большего контакта со слизистой можно использовать масла, вытяжки из лекарственных растений, вносить в кишечник на масле. Можно использовать молоко. Ну, например, там с чесноком очень хороший рецепт от остриц. То есть глисты не любят такой комбинации и легко уходят. Безусловно, такую вот лечебную клизму, она должна быть небольшого объема, 50, максимум 100 мл. Но после хорошей очистки. Как же усилить действие собственной клизмы? Ну, нужно добавлять различные компоненты. Чаще всего используют клизмы с содой. Да. Но вы знаете, не самая лучшая добавка к воде в очистительной клизме. Почему? Потому что все-таки сода, да, она обладает определенными свойствами, подавляет патогенную микрофлору. И в принципе плюс определенный есть. Но сода все-таки не может не действовать на слизистую кишечника. А слизистая кишечника это достаточно такая очень интересная конструкция, когда снижается местный иммунитет, развивается очень неприятное заболевание, называется неспецифический язвенный калий. Поэтому местный иммунитет нужно поддерживать, а не снижать. Все-таки сода не самый лучший, скажем так, компонент к лечебной клизме. А вот соленая вода великолепна. Да, если вы находитесь у источника соленой воды, можете использовать морскую воду, но вы можете ее в принципе приготовить в домашних условиях, добавляя к обычной воде морскую либо поваренную соль. Концентрация должна быть не менее 2%. Вы это можете легко посчитать. То есть если используете литр воды, то 20 грамм соли морской либо поваренной в такой воде должно быть. Что дает вам такая клизма? Соль тащит на себя воду и дает еще лучшее очищение кишечника, очищение крови идет за счет того, что из толстого кишечника не всасывание идет в кровь, а наоборот как раз удаление части шлаков, которые находились в слизистой, подслизистой, может быть даже в кровеносном русле. Такая соленая вода, соленая клизма, она дает хорошее очищение. Но, знаете, все клизмы, они ограничены баугиневой заслонкой. Потому что кишечник, когда вы ищете очищение кишечника, вы должны понимать, что очистительная клизма это очищение только толстого кишечника. Это всего полтора метра, последних полтора метра пищеварительной системы. А тонкий кишечник 8 метров. Клизма не очистит с любыми добавками. Баугиневая заслонка, надежный барьер для проникновения задержимого клизмы в тонкий кишечник. Если, не дай бог, вы его пробьете, почему я говорил, что введение воды должно быть по ощущениям пациента, по ощущениям человека, который получает клизму. Слишком сильное давление может пробить эту заслонку. Барьер нарушается, и тут нарушается и система пищеварения в тонком кишечнике. Вы уже не очищение получили, а нарушение пищеварительной системы. Так делать нельзя. Поэтому вопрос в чем? Слишком усердствовать в этом процессе не нужно. Но очистить вы таким образом кишечник можете. Но клизма, напомню еще раз, только толстый кишечник. Если вы хотите больше, можете использовать соленую воду немножко другим способом. Очищение кишечника в йоге. Шан Пракшалана не вопрос. Выпивается стакан подсоленной воды, делается несколько движений, для того, чтобы стакан воды ушел из желудка в тонкий кишечник. И с легким таким урчанием он проходит по всему кишечнику. И за счет осмоса, так же, как и из толстого кишечника, только вы очищаете таким образом все 10 метров. И тонкий, и толстый кишечник. И это дает хороший плюс. Несколько таких стаканов у вас появляется самостоятельное желание сходить в туалет. То есть, кишечник уже срабатывает на выходе тоже. И вы даете очищение. Ну, часто единственное, что такой способ очищения проводить не советую, потому что все-таки пищеварительная система, несмотря на то, что мягко, все-таки она немножечко нарушается. Потому что идет легкий такой срыв работы кишечника. Он работает весь на вынос. Да, идет очистка крови. Но все-таки пищеварительная система должна работать не только на секрецию, но и на всасывание полезных веществ. И вот здесь шампрокшалана немножечко в этом плане отстает. Если же вы переборщите, если вы не просто одну очистительную клизму решите сделать себе, а целую серию клизм, потому что очистительная клизма показания, да, если есть запоры, вы не можете его решить иным путем. Да, тогда вы можете таким образом экстремально подчистить кишечник. Но если вы часто используете такой метод очищения, может развиться дисбактериоз. И вот здесь ситуация станет более такой неприятной, потому что бактерии в кишечнике практически помогают нам вот при такой правильной подкормке. Когда мы понимаем, что патогенные и сопрофитные или условно-патогенные бактерии должны конфликтовать друг с другом. Патогенные бактерии, а их основная еда – это белок любой растительного или животного происхождения. и индикатор того, что они шалят – это газы идут запахом. Сопрофитные бактерии – их больше интересует клетчатка. Размножаясь на клетчатке, они тоже дают газообразование, но это газообразование идет без запаха. И вопрос – вы должны подкармливать и тех, и других, потому что белки нужны для осуществления любых обменных процессов. Это двигатели любых обменных процессов, но и без них нельзя. Но нельзя раскармливать эту микрофлору. Питание должно быть таким, чтобы газы шли без запаха. Тогда это безопасная работа микрофлоры. Потому что сопрофитная микрофлора в этом случае, она не несет особой опасности для человека, раз уж и нет жесткого иммунодефицита. Вот тут и она уже имеет значение. И она уже может стать более агрессивной и изусловно-патогенной стать патогенной. Важно просто это правильно понимать и правильно использовать. Потому что если клизмами вызвали дисбактериоз в кишечнике, ну, есть такой метод. Прививка калом, да. Пытаются ввести кал от абсолютно здорового человека, то есть у которого хорошая микрофлора, тому человеку, у которого в кишечнике развился дисбактериоз. С одной стороны, вроде как это здорово. С другой стороны, у меня громадный-громадный такой вопрос. Каждый человек в кишечнике фактически имеет всю историю своих недомытых рук, тарелок, своих каких-то пищевых инфекций, а может быть и не инфекций, просто каких-то заболеваний, когда в кишечник заселялась так или иначе различная микрофлора. Она там находится, она там живет, развивается на той пище, которую мы должны скромненько, но все-таки давать. выделяя свои продукты жизнедеятельности в кровь, они попадают, естественно, и тренируют вашу иммунную систему. И риск заболеть той же инфекцией повторно у человека минимален, потому что против этого вида бактерий, против этого вида микроорганизмов ваша иммунная система, она тренирована, постоянно тренируется, каждый день. Она держит нужное количество антител. И вход новой родственников этих микробов в организм не заканчивается, не сопровождается заболеванием, потому что иммунитет готов. Он знает, что делать в этом случае. Главное, чтобы ему дать возможность это делать, чтобы он вырабатывал нужное количество интерферона, антител, а это опять-таки белковое питание, которое должно быть оптимальным. Не должно быть дефицитным, но и должно быть чрезмерным. Потому что, знаете, шаг влево-вправо, все-таки он карается по здоровью, поэтому этого делать не стоит. И правильное использование правильного питания, оно дает возможность вам поддерживать иммунную систему и очищать свой организм в режиме реального времени. Потому что через кишечник человека ежедневно, вернее в кишечнике очищается 15 литров пищеварительных соков. Это слюна, это желудочный сок, это сок двенадцатиперстной кишки, поджелудочный, тонкого кишечника и желчь. Все это сбрасывается на правильную пищу в пищеварительную систему, участвует в разных этапах системы пищеварения, переваривается пища и вместе с переваренной пищей эти соки возвращаются в кровеносное русло. Важно что? Важно обеспечить очищение вот этого всего содержимого от токсинов в режиме реального времени. Если вы используете шан-прокшалану, понимаете, да, часто нельзя, то есть вы не можете ее использовать постоянно, потому что это очищение, вам еще нужно питание обеспечить. Если вы используете клизмы с различными вариантами, да, понятно, но вы очищаете только полтора метра толстого кишечника. Тоже ограничение определенное есть. Если вы используете сыроеднее, жесткое вегетарианство, то вы понимаете, да, что увеличение частоты испражнений и увеличение их объема это не всегда плюс, потому что в кишечнике не только идет секреция, но и всасывание. Всасывание полезных веществ. А эти рационные питания, они дают много клетчатки, которые как раз усиливают секрецию, не всасывание. Очищение идет, но организм не получает полезные вещества. Именно поэтому, если вы посмотрите на сыроедов, которые длительно находятся в этом процессе, они все астенической конституции. А астеническая конституция это нет запаса. Где запас? Нечего, негде, мало. Кстати, и печень там тоже не самая сильная, не самая мощная в плане депо. Если вы будете использовать различные сорбенты, да, не вопрос. Активированный уголь в разных вариантах, кремниевые сорбенты, все это здорово, но они хороши при интоксикации. Когда она явная, вот тогда да, тогда нужно использовать. Но курс короткий, недели, две, три месяца, все, дальше нельзя. Дальше сорбент наносит вред, потому что он вместе с токсическими веществами выносит и полезные компоненты, которые вам нужны. Поэтому длительно использовать нельзя. И выход простой. Есть мягкие обменные сорбенты растительного происхождения. Это термически обработанная клетчатка овощей и фруктов. То есть тушеные, запеченные, отварные, гланшированные, притомленные овощи и фрукты. При этом активируется их клетчатка и, отдавая полезные вещества из продукта, удерживает на себе вредные и выносит их из вашего организма. Если вы еще к этому добавите правильное питание, то очищение вашего организма будет идти в режиме реального времени максимально мощно. Что я подразумеваю под правильным питанием? Это питание пищей, которая вам нравится. Вы ее видите, она вам нравится. Отлично, у вас плюсик один включился. Вы ее нюхаете, вам нравится ее аромат. Вы пробуете на вкус, вам нравится ее вкус. При этом максимально активируется секреция пищеварительных соков и, как вы понимаете, максимальное количество шлаков с этими соками выводится из вашего кровенослого русла в кишечник, где их ожидает мягкий, аккуратный сорбент в виде термически обработанной клетчатки соберет эти шлаки и не всасываясь из кишечника не может клетчатка всосаться в кровь. Она уходит по кишечнику транзитом и выводит эти шлаки, эти токсины из вашего организма. И вы получаете очищение кишечника, а заодно и всего организма в режиме реального времени и плюс получаете массу полезных веществ для вашего здоровья и активного долголетия. Надеюсь, что я это видео могу закончить. Я максимально полно осветил тему очищения кишечника. А вы можете теперь составить себе представление о разных способах очищения кишечника и какой вам наибольше подходит. Если вы нашли способ, который вам подходит для очищения вашего кишечника и организма в целом, не забудьте поставить лайк на видео и поделиться с друзьями. А я подумаю, какое еще видео написать для вашего здоровья и активного долголетия. До новых встреч на моем канале.